Они разводят крупный рогатый скот племенных овец карачаевской породы, яков и лошадей. Этому сельхозпредприятию удалось зарекомендовать себя как одной из лучших и выйти на первые строчки всероссийского рейтинга. Племзавод «Заря-1» при господдержке в прошлом году запустил еще одну производительную линию. Первый заместитель председателя правительства Карачаева-Черкесии Эльдар Байчоров лично осмотрел хозяйство и дал свою оценку его деятельности. Мадина Каракетова подробнее. Зоотехник «Заря-1» Рамазан с интересом рассказывает первому заместителю председателя правительства Эльдару Байчорову об успехах племенного завода. Год назад здесь построили еще одну производственную линию. Субсидия на возмещение части затрат на приобретение племенного молодняка, крупного рогатого скота, молочного направления продуктивности по статье «Поддержка племенного животноводства» позволила увеличить численность скота еще на 300 голов. Приобретены три самые высокодойные породы. Черно-пестрая и красно-пестрая Галштинская, она так подразделяется, и отечественная Ярославская, тоже достаточно высокоудойная. Они все три здесь представлены. Сейчас на племзаводе период отела. Со 100 коров получают 85 телят. Всего, по прогнозам специалистов, в этом году ожидается рождение 250 телят. К питанию коров здесь подходят очень серьезно. Их кормят сеном и комбинированными кормами самого лучшего качества. От одной коровы в сутки получают 20-22 литра молока. Первого заместителя председателя правительства ознакомили ей с автоматизированным процессом доения. Человек только тщательно моет вымя животным и подключает доильные аппараты. Остальное делает компьютер. Дует коров два раза в день. По словам председателя племзавода Иосифа Гагуева, в сутки получают около 10 тонн молока. Шесть дают на Черкесский молочный завод, остальное отдают телятам. Мы видим специализированное молочное стадо. И сегодня производительность только здесь молока в сутки составляет около 10 тонн. Минсельхоз в ведомстве нашем есть специальная группа, которая отслеживает ежегодно повышение объемов у СПК «Заря-1». Это предприятие, так называется, сельскохозяйственное предприятие. И сегодня мы можем сказать, что меры государственной поддержки действительно идут на пользу. То есть идут по назначению. Помимо молочного животноводства «Заря-1» специализируется на разведении племенных овец карачаевской породы. На сегодняшний день племзавод занимает первую строчку по численности маточного поголовья овец в общероссийском рейтинге. Кроме того, разводят племенных яков и лошадей. Эти животные пасутся в горах. Куда направляются меры господдержки? Вот только в такой реальный сектор. И мы к этому, к сегодняшнему времени, у нас подход будет ужесточился и будет такой. Вот есть производство, мы будем помогать. Нету, и когда нам говорят о том, что есть скот, помогите. Мы говорим, где этот скот, не знаем, где, в горах, там еще как-то показывают. Этого не будет. Эльдар Бачуров назвал племзавод «Заря-1» ярким примером успешного функционирования многоотраслевого хозяйства, в котором одно направление дополняет другое. Водинако Ракетова, Любег Ешеров, Вести, Карачева, Черкесия, Ужигурдинский район.